Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 856. События дня. Эпиграф 1 Иоанна 2,19. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Это за 20 апреля 2018 года. Александр Андрусенко. Галя, бывает так, что человеку говоришь, а он понимает все по-своему. Вот с вами как раз так и о зомбировании, и о любви, и об Игнате Тихоновиче. Может, это и следствие сухих букв текста? При личной беседе все, возможно, встало бы на свои места. А может, ваше устроение такое? Не знаю. Думаю, что проблема не во мне, а в вас. И вот почему. Я искал возможности прямого разговора с вами, а вы уклонились. Значит, груз недопонимания вы оставили за собой. Я же его на вас не перекладывал, но пытался избавить нас с вами от него. Не получилось. Да, а надо сделать малое с собой. Отказаться себе. Галина Влеська. Саша, вот еще мысль моя. У нас, у всех людей, и у верующих, и неверующих, есть впечатление. И у каждого свое. О святом городе Иерусалиме. То есть, о паломничестве. Какое же оно у всех разное. Кто-то, яко, турист, себя ощущает. И что? Подумаешь, особенность какая? Иерусалим. Какая разница с Колизеем или с пирамидами в Египте? А кто-то готов лобызать каждый камушек на крестном пути Спасителя. И тот, и другой по-своему правы. Но где истина? Вечный пилатовский вопрос. Ответ верующим понятен. Истина Христос. И даже исторические моменты Иерусалим, Вифлеем, Назарет и Ордан и другие места из Евангелия дороги до чувства щемления в груди верующему человеку дороги. То же самое происходит с нами в общении с Игнать Тихонычем Лапкиным. Или с общения с тобой. Или со мной. Без разницы с кем. Главное для меня Христос и человек. За Игнать Тихонычем Лапкиным Ас увидел стоящего Христа. А кто-то видит одного. К примеру, колючего, святовласого мужчину. Всегда всем и всеми недовольного. Наставники и учителя были разные. Святые и мученики разные. Патриархи разные и так далее. Смотрим же своим сердцем. И сердце у всех разное. На различных ступенях своего личного покаяния. А Христос неизменен. Он был, есть и будет. Он Бог и остается постоянным. Увидев в каждом из них, из нас Христа, нашего любимого Спасителя, это вопрос очень важный для меня. Надеюсь и для всех развивающихся христиан. С Богом. И прости меня, грешно, если чем обидела. Да, ты прав, Саша. Надо мне набраться силенок, да настроить скайп. Галина Влеська. Моё Евино резюме... Евино, она Ева себя, Ева. Евино резюме о нашей переписке с Александром Друсенко. Добрый человек, поднявший свою ногу над дорогой Христа, да так и замерзший. Подтолкни его, Господи, к тебе. Галина Влеська. И вновь для Александра... Посмотрите монолог Владимира Пащенко от 8.04.2018 года. Два ученика Игната Ихановича Лапкина, Володя и Никита. И тоже разное. 38 изданных книг оставит после себя Игнат Иханович Лапкин. Уверена, что и он сам сомневается до сих пор в своих трудах для потомков. И Христос просил Отца пронести чашу сию мимо Него. Из креста кричал жажду. А почему? Потому что эти чувства человеческие сомневаться. Но когда вспоминаешь слово «отвернись себя и следуй за Мною», повелительное и грозное слово. Вот тогда и сомнения отпадают. Бог усмотрит. А ты не сомневайся и следуй за Христом. Подражай Христу. Тогда и крест переходит в воскресенье. И Христос входит в наше сердце. И по книгам, не своим защищающие в духовных академиях богословской степени. И один ученик постоянно остается с учителем. Это я, Володя. Хороший ролик у него получился. Три раза просмотрела. Спаси его, Христос. Игнатий Лапкин. Благодарю. Мне, Александр, этот не чужой. И мне трудно весь этот его розыгрыш принять всерьез. Сколько он меня не убеждает. Я отвечаю за себя и за свои слова. А не за то, как они их поняли. Сказал даже и не друг мой. Одно точно неоспоримо ясно, что если это всерьез, что они доказывают, что я не похож на них. Далее дело только за мной лично, чтобы я всегда похож на моего Спасителя Иисуса Христа. А почему некоторые так озверели на Моисея? Не потому, что его не могли понять, а потому, что сказано. Исход 4.21. И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвращаешься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай перед лицом фараона. А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. Исход 7.3. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Исход 14.4. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь, и сделали так. Исход 14.17. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне, и на всем войске его, на колесницах его, и на всадниках его. 1 Петра 2.8. О которой они и притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. 2 Коринфянам 2.16. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Вопрос к ноздрям каждого. И еще. 2 Царство 16.5. Когда дошел царь Давид до Бухурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова, по имени Семей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбы были по правую и по левую сторону царя. 3 Так говорил Семей в злословии его, уходи, уходи, убийца и беззаконник. 4 Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которой ты воцарился и предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего. 5 И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. 6 И сказал Авесо, сын Саруин, царю, зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? 7 Пойду я и сниму с него голову. Вы закрыли его? Я закрыл, да. Ну. Дальше. 8 И сказал царь, что мне и вам, сыны Саруины, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему засловить Давида. 9 Там повелел ожесточить, посылает, а я его ожесточу. А здесь вот поворот-то какой. 10 Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? 11 И сказал Давид Авесе и всем слугам своим, вот если мой сын, который вышел из шресла моих, и ищет души моей, тем больше сын Вениаминитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. 11 Может быть, Господь призрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его засловие. 12 И шел Давид и люди его своим путем, а семей шел по окраине горы, со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его, и пылью. 13 Вот и защита от пыли и злословий, идущих по склону горы. 14 Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. 15 Может быть, Господь призрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его засловие. 15 Аллилуйя и радость ожидаемого прощения, которая злословищем не дана, кроме 38 книг в бумажном варианте. Там же на сайте нашем, во свете Библии, еще 7 книг в интернетной версии. Так что, у кого нет книг в наличии, то можно тут их скачать и стать другим, а не быть прихожанином Великого Инквизитора Антихриста из братьев Карамазовых Достоевского. Марина Х. Игнать Тихонович, мир вам! Как думаете, стоит пересылать это сообщение отцу Алексею? Что-то он на связь не выходит. Игнатий Лапкин. Пока воздержись, может быть, у меня будет с ним связь, и тогда подумаю. Дмитрий Греция. Игнать Тихонович Лапкин. Во сколько к вам можно позвонить, если, конечно, вы имеете время для общения? Наталья У. Отец Игнать эти материалы читала год назад, ездя в разные страны, подтверждая, что не только такое в России, но в большинстве стран мертвая вера. И люди сами не знают, что дают им эти обряды, ненужные к спасению. Ездят, много денег тратят на дорогу. А хотя бы кто задумался о десятине Господу отдать? А потом жалуются и плачут. Почему дети растут никакие, потерянные души? Печально видеть мрачные лица и ничем не помочь. Евангелие не хотят читать и знать. Это я послал письмо Цепейниковой, что на 300 моченых крещеных только один что-то знает. Андрюсенко Александр. С миром, Галина. А надо сделать малое с собою, отказаться себе. А почему вы не отказались от себя? Отказавшись, вы бы давно начали понимать то, о чем я вам говорю. Вы столько много написали про Иерусалим, а при чем-то здесь то, о чем я вам пишу. Я не против учителей, но я говорю о стыдливом молчании, когда речь идет о лжи, лицемерии, предательстве, исходящее от учителя и человека, называемое истинным христианином. А вы все в сторону уводите разговор, или меня пытаетесь пристегнуть бездоказательно ко греху. Странно, где есть вопиющий грех, вы молчите. А там, где вам о вашей молчаливости говорят, там вы отсутствующий грех сразу обнаруживаете и обличаете. Вот интересно, что у нас здесь лицемерие, ложь. Вот я говорю о стыдливом молчании, речь идет о лжи, лицемерии. У него никогда этого ничего не было, нормально, но только из церкви вышел, не смирился. Говорит о смирении, а как раз не смирился. Говорит о лжи, лицемерии, к лжецам, лицемерам пристал. Все перевернулось, и ничего нельзя сделать. Я ему не могу говорить, даже писать, настолько он для меня близок. Я просто наблюдаю, но я знаю, как это первое идет. Много делал он для церкви, построил дом даже где-то занятия. И вдруг его митрополит, или кто он, Деодор, это где-то Димитровград, вот он что-то там его не так сказал где-то, и сразу вышел. И стал все абсолютно православие поносить. Все. Я говорю, ты же один не будешь. Нет, я никому не пристану, не к бописному. И пристал кому? Самым лютым врагам. И теперь ему все переформатировал Господь, или Сатана, кто там сделал. И он сейчас говорит то, что у них проглотил, всю эту их блевотину. И теперь он ее ищет, как они ищут, кто со мной знакомый, вытащить из сорки. Ну, все, как дьявола в племя какое-то сделали. Это все. Я их даже уже все под буквами ставлю. Ничем больше не занимаются. У него заниматься нечем разве? Если сказать, сильно крепко так верующий был-то, ну, это не узнаешь даже. Так будто бы пишет кто-то другой совсем человек. И куда? В меня вцепился. Ну, маленько посчитай, посмотри. Ну, в первую очередь, это бесполезно, вредно, и за это отвечать придется. А в-третьих, какое тебе утешение-то? Галина переписывается, и уже видно, как он искрит на нее идет. А что сделать? Ничего не сделать. Мне все кажется, что он придуряется, нарочно пишет. Ну, нельзя так, вот как у нас один был. Только причащался неделю назад, и вдруг перевернул. Ничего нет, ни батюшку, никого не признаю. Он приезжал, крещение принимал. Веселый, радостный, жена такая. Все. Выкинул, и как будто бы никогда не был. И в стан врагов залез, быстро переучился в один день, и нападает лжи. Нигде он лжи во мне не видел. А где? Лгут. И лицемерие. А какой лицемерие? А ты на своих-то, все отступники, ты клейми их там, ты возвращай их. Нет. Кто верит, крепко верит, сделать его подобным себе. А что это такое? Синдром дьявола. Синдром дьявола. Вот спрашивают, а зачем черти людей соблазняют? За тем, что он там находится, других тащит. То, что его жилище, которое на небо было, освободилось. Есть такое мнение, вот сколько пало демонов, там, ну, допустим, 3 миллиарда. Вот 3 миллиарда должно быть спасенных. Занять квартиры, так выразимся. И вот он, ну, мне просто трудно поверить, я его знаю, что какой он добрый человек. Он ничего больше не знает. У него, видно, наседает на нее, ты не такая, больше ни с кем не переписывайся. Ну, выйди по скайпу, давай поговорим, по порядку покажи, где ложь. Вот там у Дарцев Евгения, это ТВ24, когда у нас была, приезжала там Анна Афанасьева. И он, вот, Игнатий, он там учит лжи, где дети убегали. Как учит лжи, когда дети убегали? Где одно слово сказано по лжи, нету. А все говорят, какая хитрая, кривая рожа-то. И он говорит, ну, никакой веры нету. Совершенно это безбожники. Понятия о судье Божьем нету, о страхе. Ничего не надо, все, посты не надо, ничего не надо, церковь еретическая. И они друг другу знают, который у нас потерявки, с ума сошел, вот так. Нет, но в этом они одинаковые. То есть богохульцы и по всей вероятности Хулана Духа Святого. Подряд от патриарха все безблагодатные. И зарубежная церковь, и греки там старостильные. Никого, а про старобрядцев говорить нет. Он ничем больше не занимается. Что, он ночами напролет молится? Что, он теребит щетки? Нет. И при том, он за это время даже не прочитал литературу эту еретическую, но сразу к ним зашел. И как свой. Но если это серьезно, то это трагедия. Трагедия. Я ничего не пишу ему, ничего. Только могу скорбеть и плакать. Взлужи лицемерие. Я давай выйди, выйди, покажи, где ложь. А вот вы сказали, там не удаляете, а вы удаляете. То есть, комментарии. Но комментарии скверные, почему я должен этих дохлых держать-то там, пропасти? Ну, забрасывай-то. Нет, не должен. Ну, чего ради-то? Там специальная операция. Ты ко мне зашел, я тебе ест там, где я могу прищепить. Но я к нему даже боюсь прикоснуться. И мне все время кажется, он умный, что это придуряется проверить, как я буду реагировать на это, как. Ну, там я говорил слова такие. Я говорю, по вам я, и говорится, по мощам и илей. Какие вы есть, там назвал. Ну, все судят, какие слова, не надо было говорить. Павел говорит об этом, кто бы соблазнялся, за кого я не воспламенялся, уже не сопел. Такими словами он говорил, ты, сын дьявола, враг всякой правды, доколе будешь совращать. Вот это вот как Симон Волх, так и они такие слова. И при том, если человек где-то маленький, что-то не верит, они прям кидаются его на расхват. Это я его соблазнил, это я его вытащил из церкви. Синдром дьявола. У них рассуждения нету, помутненные мозги. Протравлено ядом недоверие. Ни постов, ничего не надо. Все церковное сбросили. Ни креста не надо, ни пояса, даже внешне. Ни златовость никто и мне, друзья, только один дьявол. За рога ухватились и сидят на нем. Я не могу ничего сказать. Я вообще обо всех говорю, не ему только. Предательство, исходящее из усвящителя. Какое предательство? Где? Где он увидел? А он знает этот, который выехал от нас? А, вот, к властью. А кому мы должны обращаться? Когда человек оказался не тот. Человек с чужим гражданством. А с кого спросят-то? Ты деревню образуй, у тебя есть чем образовать-то? Ну, образуй. Кому ты пристал так, шпанек какой-то? Ну, с кем ты был вместе, разговаривал, всех потерял. И нашел кого я знаю, тот, который у нас был. Блудники, пояс официально. Уже опровергать ничего не надо. Развратники, еретики. Вплотную с ними сошелся и даже ничего не знает. Как вы? Плюете туда? Ну, я дай плюну туда. Так, вы туда мощитесь, и я туда помощься. Да это церковь. А, церковь. Ну, я вам покажу церковь. Меня не уважили. Тут такое прямо напрашивается. Предательство какое? А что, обратились к властям? Ну, у нас по уставу положено. Что он не показывает паспорт? С нас спросят, еще как спросят. С таким трудом получали статус. Он знает, куда бьет. То есть, знает, что по-другому нельзя было. Ну, да обратись к властям, к любому. Тот отказался человек от всего. Церковь не признает. Это он предательство, что обратились к властям. Да надо одно то и власть. Ты же без власти, без иненты. Шагу не шагнешь. У тебя все есть, и машины. Здесь все против. Здесь ни одного слова нет правильного. Ни одного. Им надо теперь, что поражу пастыря, рассеются овцы. И колено никак не свалит. И там один говорит, я вот занимался, который отстал-то. И он вышел оттуда. И они кинулись, и я это сделаю, и я это сделаю, и я сделаю. А сделать еще не могут. Никого нет. Они вышли от нас. Не были наши, правы. Прямо говорит Иоанн. Были наши, они не вышли. Если это он не придуряется. Я не знаю. Мне кажется, он просто хмарь от дури своей сюда напускает проверить. Как буду реагировать? Никак. Я просто молюсь о тебе. Молюсь, больше ничего не могу сказать. Займись делом своей душою. Что было в жизни, припомни. Как? Пошел на благовестие? Нет. Он будет сейчас толочь и толочь его. И я оттуда беру, Галина с ним переписывается, она мне скидывает. Вот это вот я сказал, а то другое. Это у Израиля было, когда он шел по пустыне. Там 3-5 миллионов человек. Я сначала крестный ход идет, если 20 тысяч человек, это ой-ой-ой, куда тянется. А миллионы. И что? Ну, женщина бывает там беременная, с ребенком, она маленько предстала. А Амалик, Амалик, это страна, национальность. Ну, скажем так, которая сегодня там назвать даже боязно-то. Под вопросом. Они добивали, ну, там специально посланные были снайперы, и добивали женщины-детей. Это потом сказано было, им никогда не проститься. В 10-м колене Амалик придет, я верующий, примите, верю в Бога Его, ни один не войдет в общество. Истреблять их до конца. То есть это Амаликитяне. И что там всякий грех у них разрешенный. Вот я почему поминаю великого инквизитора. Он говорит, мы разрешим грех делать с нашего позволения. То есть канона не надо, и они все сразу соединились. А кто это? Отпрыски антихриста. Антихрист выведен был Федором Михайловичем Достоевским. Мы разрешим грех. Вы спасаете гордых своих, которых все заповеди исполняют. Это гордые, это святые твои. Да, а мы спасем всех. То есть мы разрешим грех. И они тихо угаснут, тихо умрут. И за смертью обрящут лишь смерть. Вот это масонство, все, что делает, там открыто. И они отдадут нам свободу. Самое главное, чтобы свободы не было. И они будут хлеб выращивать, все нам будут отдавать. И мы им им давать по норме. И они будут благодарны. Разрешим им там на балалайках играть и прочее. Это не просто гениальное, а божественно открыто им. И вот они все сейчас это делают. Как раз вот эти слуги этого великого инквизитора антихриста. Галина Влеська. Саша, обличить могу любого вереси, либо вопиющем к небу грехе. Но Игнатий Тихонович Глабкин в этом не порочен. Увы. Ну, а теперь она сказала это, ее проверить как. Ну, допустим, в чем я виноват? Поступил? Нет, именно то, что говорю, пишу. А вот он там сказал, книги, повторяю, уже 15 лет. Исследуют центрские отделы везде. В Одесский монастырь это стали там. Там профессор Киево-Пещерской лаври. Дворкина пристегнули. И что за 15 лет? Ничего, кроме лжи. Они их аж трясет. Это они должны делать. Как он говорит, этот старик сделал больше, чем все вы вместе взяты. Вы 5% не сделали, как Степаненко говорит. Я не знаю, не высчитывал эти проценты, но они не видят греха. Сколько у них родственников, неверующих. Ничего не надо. Все вокруг меня. Какое диво Бог делает. Смотрю на это. Радуйтесь и веселитесь, когда вас будут поносить. Это мне Бог дал это счастье. Это даже высказать нельзя. Ну, тут это в литературе. Найди свой образ примерно. И другой кто-то прочитает и скажет, а это именно о тебе сказано. Да нету. Вы как тень прошли. Я говорю, а мы дорога едем. Второе, Карин, все на меня скидывают. Я более вас потрудился. Путешествия, скопление народа. Протоиеремию СМС скинул-то. Я считаю, где бы я ни был, считаю, я сразу понимаю, нет такого нигде. Это только вы. Это только о вас. Это говорят люди другие. Но что тебе говорить-то? Если Московская КГБ думала, что трудятся несколько отделов в Сибири, а эти органы компетентные. А когда все до конца разобрали, это все так и было, да. И больше ничего нету. Вот надо мной суд идет. Ну, почему они меня выделяют? Всех вместе. Везут из тюрьмы 30 человек в суд. А один охранник. Сшибают их вместе, сводят из камер в шлюзы, потом погружают. Напротив меня там еще в тюрьме стоит, чтобы ко мне никто не подошел. Единственный, на кого они смотрят. Теперь. А они там где-то вместе сидят. Мне только отдельно. И все время напротив решетки моей стоит военный. Военный краснополгонники. В зал заводят 12 человек военные. То есть создать образ какого-то, я не знаю, Дмитрия там, Георгия Дмитрия. Там Георгий этот был в Болгарии. Ну, прошло все. И сидел Титов, весь суд, журналист, здоровый такой Каланча. И потом подошел. Это все? Все. И больше у вас еще не было? Не было. То есть раздували. А потом что? Реабилитация насталась, свет воссиял. Это моя биография. И сколько вы не пляшите вокруг, вы остаетесь на одном месте. Начинайте трудиться. Начинайте волю Божию исполнять. Ищите это в молитвах. Где вы последний раз плакали о погибших душах? Кто о вас скорбит, плащет? Я не успею где-то охнуть уже десятки человек. Что с вами? Что за зомбирули? Где вы взяли это слово? Откуда взяли? Объясните. Где оно? Жизненное? Ничего нету. Захватили? А что такое? Я могу сказать о вас. Манкурты. Шапочка переросла к мозгам. Ничего нету. И при том нету. Вот здесь на днях один тоже с ним беседовал. Виталий его хорошо разобрал. Ну, мошенники. Веры никакой нету. Рясу надел крестом, трясет. А злоба прямо сочится. И еще. Я тоже был зазомбирован Игнатием. А теперь я понял. Что ты понял? Господь тебя просто отрезал и выкинул. И он понимает, что никто. Совершенно никто. И вот все разрешается. Сегодня правила не нужны. Но антихристы настоящие. Мы разрешим им грех. И они нас будут любить. Вот это о великом инквизиторе. И это точно так же. Если пяти ми накладывать, никого в храме не будет. Не будет храма с голоду сдохнете. У вас же ничего нету. У Александра-то все есть. Он не вам считает. А у этих-то ничего больше нет. Он ничего не умеет делать. Его выставят по-апостольски. Ну, как апостол. Пошли. Ни храма, ничего нет. Он же чучелом огородным будет стоять. Он ничего не сделает. И вот они друг друга. У меня друг настоящий. Такой же богохульник. И вот он настоящий. Да это у каждого. Урки. У каждого бандита есть своих. Кто-то поддерживает их. Или любовница. У каждого пахана кто-то есть. Здесь-то нету. Ничего у них нету. Дальше. Александр. Вот в этом и беда тех, кто вокруг него. Исайя 29 глава 9-10 стих. Изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны. Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши. Вот это полностью относится к отступникам. Что они где-то показали, открыли глаза людям? Нету. Ну покажите одну общину. Вместе собрались-то. Сделайте общину. Зарегистрируйтесь. Там что-то положено. Нет. Ничего нету. Подошли вместе. Поплевались. Ну поматерились и пошли. Ну он даже другой человек заходит и гадость говорит. Он за это только уцепился. Его я ни одной... Ни одной комментарии не убрал. Он только за это. И лицемерие все прикидывает к тому, что ему кажется, что я неправильно обращаюсь к тем, кто комментирует. Какое тебе дело до этого-то? Мое комментирует. Зачем ты? Я за вами не гляжу. У вас и комментировать-то нечего. Чего он будет комментировать, когда вас нету? А мне каждый день сколько приходит... Вот сегодня я, правда, попозже встал. 15 минут второго. И уже до следующей ночи я занимаюсь 14-16 часов, провожусь за компьютером. Сколько писем нуждаются, просят, ответы. У вас ничего нету чистое. Ну с кем я буду бороться или говорить? Я могу только плакать о вас. А ты о ком плакал? Когда? Слезинку одну уронил или нет? Ну посмотрите. Деревья дважды умершие. Бесплодные. Сверепые волны, пенящиеся с ромотами своими. Апостол Иуда об этом говорит. Ничего нету. И отвечать некому. Притом выйти по скайпу этот такой же. Виталий его там полностью раздавил. Ну чего вы не выйдете на Игнатия по скайпу? Хорошо. Все. Сегодня я сейчас не могу. Я домой дохожу. Ну минуту, может секунды прошли. Нет, я не буду. Нет, нельзя. Потому что вы лицемеры. Ну даже лицемеры. Ну ты же сказал. Они не держат ни слова, ничего. Ну ты сказал, что выйдешь на Игнатия. Нет. Я считаю это вот как рука. На извести стены у Даниила там 5 главе писала. И чресла ослабели. А что чресла ослабели? То есть штаны наложили. Другого-то нету. Перевод один. И вот тоже. Нет, не буду. Никак. И они двое стоят. И ты, и я. Ты делаешь так подло. И я так же. Ты слова не держишь. И я такой же. Там этот один был тоже из-за океана. Что бы, дескать, не надо. Он кривлялся. Вы мне не верите. Трудно верить. Я его имя не произнес. Нигде. А он клеймит. То есть все забыл. Или сильно болел. Или в попы собрался. Я тогда сказал. По сегодняшний день такое состояние. Я могу смотреть только и плакать. Это. Они не мои враги. У меня-то какое-то. Ни одного слова нет. Правильно. Если кто-то испытал. Вот я оглядываюсь. О ком они говорят вообще-то. И далее. Галина Влейска. О романе малыша. Вы же тоже работодатель. Как и я. Оба мы верующие. И представим своего работника. Который пошел против начальника. Мутит коллектив неправдой. Угрожает и прочим. Сколько времени такого будете терпеть. Или дело свое закроете. Усядетесь таким на балкончик. И чаек будете вместе попивать. Так и о том. Понимаете нет. Что человек с другого государства. Но это уголовное преступление. Его депортировать будут. И что он здесь вытворяет. Против устава. Лжет. Я не признаю ни патриархию. Ни батюшку. Никого. Зачем приехал-то. Он на каждом шагу устав нарушает. Ну хоть паспорт покажи. Нам же перед властями. Паспорт не покажу. То есть вершина. Где-то он кого-то нацеплял. Всех лжецов. Какие-то отступники от церкви. Он всех подобрал. И каких только не было там негодяев. Он всех подобрал. И что с ним делать. И к властям нельзя обратиться. Но власти-то приезжают. Уголовный розыск. А что это за человек. Да знать не знаем. Как не знаете. Да у вас же староста деревни. Но он паспорт не дает. А почему молчали. Нас с регистрации снять могут. Мы обязаны были обратиться. А почему. А он не знает. Служители врага. Он пакостит. Зачем приехал не знает. Двух же он там оставил. Третью тут ищет может быть. У меня много таких работников было. Так приходилось подводить к пункту третьему. Статье 77 Российской Федерации. ТК Российской Федерации. Да и Роман Малыш либо неграмотен. Либо психически болен. А то и другое. Влезает ко всему наивному. И шалатанскому. И погружается в такой взрослый. Мужик-работяга. Нет желания об этом. И рассуждать. И так все многим участникам сети понятно. Даже на расстоянии. С Богом. Уехал на работу. Галина. Ему нужно тот человек какому? Она говорит нет. Но главное он против. И они придумывают. А в этом в обвинении. У нас ни власть. Никто в этом не обвиняет. Почему? Потому обязаны сказать. Только всего. Мы ничего не просили. Только проверьте. Проверьте. Или дайте нам знать бумагу. Напишите. Что ему разрешается без получения гражданства. Без регистрации. Жить. И все. Нам больше. Мы только это просили. Но они это все. Почему? Потому что ослепли. Ослепляют. Других сами ослепли. Саша. Если вы видите у Инатия Тихоновича Лапкина как у учителя и истинного христианина ложь, лицемерие, предательство, а мне ослепление дано, так выйдите с ним в скайп все его обличители и промойте ему бороду и кости. Зачем по околице таиться и в окошке заглядывать? Вот молодец. Это женщина, как отвечает. И ни один, нигде. Шресло расслабели. Аз была 14 дней в Потеряевке. Дважды по два дня ночевала за стенкой у его жены, Надежды Свет-Васильевны. Кто может мой мозг отзомбировать или пелену на глаза навести? Да. И встреча-то не случайность для меня. Молила Бога наставники, искала такого мудреца, строгого аскета. И если бы не житийные мои обстоятельства в кузне, сразу бы и переселилась под крыло отца Якима, под его благословение. По его благословению. Жизнь один миг перед спасением вечности. Аминь. Единый, безгрешный есть Христос. А для нас оставил покаяние и причастие. Аллилуйя. Так что собирайтесь, пишите вопросы и обличайте всенародно. Явно. Этого жаждет Игнатий Тихонович Лапкин. У меня к его личности и трудам вопросов не будет. Так как полная ясность и в основном, и в мелком. С Богом. Игнатий Лапкин. Виталий Калиников все же напросился к Дудину на беседу, чтобы он вышел и на меня. И вдруг Дудин сказал, что якобы согласен. Но уже через несколько минут резко ответил, что встречи не будет. Не будет. Не будет никогда. Таков смысл. С тресла ослабели. То есть наложил штаны. Вот так и у Волтасара был пир горой, пока Десница Божия не начала писать приговор кощунникам на извести стены. Даниил 5.5. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его. Связьи чресл его ослабели. Все. А пашка? И колени его стали биться одна о другое. Все. Как говорят, дресня прохватила. Царя, представь там-ка. Так не у одного, а все. Какое благоухание, а теперь только одно зловоние. И вот что начертано. Мине, мине, текел упорсин. Вот и значение слов. Мине. Мине говорят или мине, я там не знаю это. Исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Или каждому отдельно. Исчислил. Текел. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Вот и все вместе, они легче пустоты. Перес. Разделено царство твое и дано медянам и перцам. Ну вот и решай теперь твое царство, имущество, все это. Вас еще не трогал никто. Связи чресл его ослабели. Что это значит, знаешь? И вот эти всякие и разные вокруг меня такое свистопляску строили. Шабаш нечистой силой. И все они высокоумничают и не видят перед собой ни ямы, ни пропасти. Но дни таких уже исчислены. И связи чресл ослабели. Они колготятся вокруг меня. Для чего? Чтобы голос Божий замолк во мне. И тогда эта компания будет править тризмы на этой бедной земле. Да. Первое, второе, параллель, поминут 25.16. Причина только в этом, чтобы я заглох, меня не было видно, и я был подобный им. Когда он говорил ему, царь отвечал, разве советникам царским поставили тебе? Перестань, чтобы не убили тебя. И перестал пророк, сказав, знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего. Вот так. Это ко всем, которые воюют против. Второе, Тимофеев 4.2. Проповедуй слово, настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Титул 2.15. Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Когда судился там с коммунистами-то, ну и эти отступники у нас были, это начали, вот он, авторитет, то, то другое. А Торшин был там, учитель-то, он там, школа какая, 46-я? Вот. Ив Торьяхович, то Торшин. 68-я. А? 68-я школа. 68-я. И что сказать, он говорит, так в этом-то и заслуга человека, что он имеет авторитет. А гуру, гуру, это означает учитель, компетентный, беспрекословно, в высшей степени компетентный. А они это слово трепут, да, что означает гуру? Учитель, больше ничего нету. А Христос, это гуру, это самый настоящий гуру еврейский. Моисей, вот, а он гуру, а люди-то ничего не знают, думают, ой, гуру, это что-то такое плохое, гуру, гуру на каждом шагу. И все ухмыляется, глаза закатываются, и это безбожники. Никаких других обвинений нет, просто безбожники. Страха Божия никакого нету. Галина Влеська, пересылаю Александру ваш ответ. Надеюсь на милость Господню к нему, не желая жертвы. Он действительно хороший, но сердечко свое не размягчает. Дай Бог ему просвещение духовного и широты духовной мысли истины. Отошла от темы. Вот что интересно, я вообще не стреваю, не разговариваю, а там каких-то, нет у нас друзья там всюду, они как начали его гвоздать-то и. А он все, у меня один только друг такой-то, с которым договорились друг друга не поминать, а он хлешет меня, как угодно, заокеанский, такой же богохульник. Галина Влеська. Вот вы еще один пример заблуждения продемонстрировали. Церковь Христова это не бизнес-сообщество. В бизнесе должно быть так, как вы представляете. А вот между христианами не так. Вот где провал в мышлении. Христиане должны себя вести, как братья и сестры. А ведут себя порой, так называемые христиане, как деспоты и начальники с одной стороны, и с другой, как рабы и всегда неправые подчиненные. Ну вот что имеет в виду, значит, так попал в это и всегда. Что касается меня, то вы плохо следите за комментариями к роликам Игная Тихановича. Я свою работу, как христианин и любящий Игная Тихановича, человек веду, как считает должным. Не надо любить меня, не надо. Отойдите от меня, пока живые еще. Они там не понимают еще такое-то. Не люби. Вы вспомните, как в этом было сказано? Да. Делаю это деликатно, как я считаю, и не лицемерно. То есть сам себе я не лицемерно, а на весь мир крещен лицемер, лжец, я так деликатно делаю это. Иначе, как бы я вас мог призывать к не лицемерию? Как бы я мог, если так? Ну коммунисты призывали к этому. Как у мусульман, самое мирное на земле религии. Все взрывы, все везде творят, только они сейчас. Это самое мирное, и ты никого не убедишь. И самый благодетель кто? Дьявол. Он людям свободу дает. Свобода, равенство, братство. Ну, это вообще ничего. Или мозги уже совсем сбекренил дьявол, или смеется, как я говорю. Если бы сам оставался таковым, что это что такое? Да вот то, что случилось, то и есть. Галина Влеська. Вы, может, как Сергей Козлов, сами не в состоянии мне отвечать. И тоже ищите ответа у Игнатия Тихоновича. Плохи ваши дела? Вот и верно. Александр, отнюдь. Галина. Плохи, Александр. Дела мои неплохи. В одном слове. То есть он говорит везде, дела мои неплохи. То есть разделения нет. Как священники, без пробела и говорят. Всех люблю, никого не осуждаю. Галина Влеська. Ну да ладно. Вы живы, и Бог милостив, и все может перемениться. Если для вас правда станет выше плоти. Пусть из самых близких людей с Богом. Галина. Вот воочию борьба духа и мира. И у каждого борца своя правда. Благодарю, Саша, за милостивый с вашей стороны концовку. Нам всем на пользу. Спаси Христос. Игнатий Лапкин. Виталий Калинько все же напросился к Дудину на беседу. Это повторение. Повторение, да. Наверное, почему-то тут не знаю проповедовать. Галина Влеська. Благодарю вас, Игнать Тихонович, за духовную поддержку в непростой для меня переписке с Александром Нусенко. Гены-то мои казацкие. Не всегда коту-масленице сдерживалось. Сдерживалось еще. Сестра моя Рима миссионерила своего зятя-татарина. Пятнадцать лет тещиным приветствием. Убус-урман. И как жить можно? Дочка с Антихристом. Терпел пятнадцать лет. И принял таки святое крещение. Господи, как легко быть единомышленником и соработником вместе. Спаси Христос. Патриарх Кирилл предложил создать российский аналог Ватикана. 10 апреля 2018 года. Алексей Лоснов. Патриарх московский и всея Руси Кирилл заявил, что реконструкция Сергия Посада позволит городу стать духовным и историческим центром православия по примеру Ватикана, являющегося духовным центром мирового католизизма. Ни одного слова евангельского нет. У тебя наблюдаю, Патриарх, совершенно. Совершенно как мирской дядька какой-то говорит. Среди нашей общественности и представителей местной власти стала возникать идея, чтобы попытаться придать городу Сергиев Посад особый статус и провести серьезную реконструкцию города, направленную на сохранение памятников и на создание более благоприятной среды обитания для людей. «Подчеркнуть этой реорганизации особый исторический и духовный статус города», сказал Патриарх, передает Интерфакс. Вот это как будто домоуправ какой-то. И опять еще исторический, центр, православие. Но никто нигде не говорит о рождении свыше. И даже этого вообще нет. Имя Христа нет, и Священного Писания нет. Ну даже не верится. Ну неужели это у нас такой патриарх-то? О каком рождении свыше-то можно говорить здесь? Водительстве Духом Святым. А вот давайте мы каждую епархию разделим на 4, там на 3. Ну что? Ну только денег больше будут тянуть. И поэтому люди-то отлучаться не могут. На 10 лет он в храм не заходит. Грехи такие на 20 лет. Нет, тогда они не зайдет, и священник купит. А теперь на исповедь уйдет, тащит несколько священников. Их обратно берут, взять передарую. Жульничество сплошное. Трусость и корысть. Корысть и трусость. По его словам, во многих государствах есть духовные центры, имеющие важное значение для населения. И меня спрашивают, как это понимать? Что говорили? Кавычки открыты. К примеру, Ватикан является духовным центром для католической всемирной общины. Город Кентерберри. Является духовным центром для англиканской церкви. Кавычки закрыты. Ответил патриарх. Игнатий Лапкин. Ни слова не вижу евангельского. Что тут есть спасительное, божественное? Это все мирское. 1 Иоанна 4,5. Они от мира, потому и говорят по-мирски. И мир слушает их. Христос воскрес! Титул 2,11. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Марина Хэй, Игнатий Тихонович, мир вам. Благодарю вас за то, что не ответили на мой вчерашний вопрос. Благодарю за то, что я не ответил. Ваш вчерашний неответ привел к моему сегодняшнему исследованию Нового Завета. И я начал искать. Меня не покидала уверенность, что ответ я найду в Святом Евангелии от Луки. По дороге к цели мной были прочитаны и помечены не менее важные и уместные на сегодняшний день евангельские стихи. Также я еще раз прочитал о прекрасной заповеди блаженства. Слава Иисусу Христу! Ответ нашелся. Евангелие от Луки, Святое Благоествование, глава 20, 9 стих. И начал он говорить народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но в виноградаре, прибив его, отослали ни с чем. И еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего. Но они и того из ранев выгнали. То есть она вопрос задала, где написано, что они пророков выгнали-то? Вот вопрос. А потом сама нашла. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? Пошлю с сыном моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся. Но в виноградаре, увидев его, рассуждали между собой, говоря, Это наследник. Пойдем убьем его, и наследство его будет наше. И выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделать с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградаре тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это, сказали, да не будет. Да благословит Господь вас, ваших родных и близких, и ваше дело. Игнатий Лапкин. Я сегодня утром в событиях вчерашнего дня ответил. Но он проявится только через неделю. Вот он. Деяние 752. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Фоликов. Мир вам. К вопросу об источнике информации. Иосиф Сталин тоже не верил, что его друг Адольф уже напал на него. Отключение Ютуба в России будет точно. Его отключение это вопрос времени. Поэтому у нас появляется вопрос с сохранением видео во свете Библии на сервер, находящийся в России. Можно сохранить наличный компьютер сервер, если у кого есть такая возможность. Для решения вопроса ухода России из Ютуба можно организовать раздачу с наших личных компьютеров. Галина Влейская. Города русские должны приводить в порядок, чтобы реже подвески машин ремонтировать. Сергеев Посад всегда был и останется в духовном 50% и государевом 50%, как и Ватикан для католиков. Времена меняются, нравы остаются. О, времена его люди. Не доходит пока до понимания ваших оппонентов церковная, летопись потеряевки и двух уникальных общин. Не разбираются они в делах церкви русской и православной. Надеюсь, что вчитаются и поймут серьезность труда отца Иакима и староста общины Игнатих Ночелапкина. Не было бы строгости, то был бы проходной двор и развал, что и наблюдаем на многих приходах. Ну просто так, вот сколько вы нападаете, создайте одну общину, хотя бы человек на 10. Ничего нету. Берите какое-то село, восстановите. Нету. Нету. Это все только треп один идет. Средняя зарплата, даже если ее принять в 150 рублей, была эквивалентно цене примерно 150 грамм чистого золота. Один грамм за рубль. Помножить эту цифру на нынешние 2700 рублей за грамм. Согласно учетной цене Банка Российской Федерации, сколько вышло? Сумелся считать? Правильный ответ. 405 тысяч. 405 тысяч рублей. Теперь разделить 30 тысяч рублей, именно такой называют российскую среднюю зарплату нынче. на 2700 рублей за грамм золота. Скольким граммам золота это эквивалентно? Возьми, подсчитай. Ответ. 11 граммов. Выводы делай самостоятельно и начинай умнеть. А что это? Сергей Игнатов. Христос воскрес! Мужи и братья! Несомненно, что всех лжецов, хулителей и завистников святых людей нужно обличать для их вразумления, а влиятельных в православной церкви сработников Господа Иисуса Христа всячески защищать. Уделять же чрезмерное внимание каждой моське, лающей на православный караван, слишком много чести. Известно, что православные христиане вещают истину, в которой есть Христос, и не вступают ни с кем в бесполезный спор, особенно с лютыми волками в овечьей шкурах, типа СД. У меня 2-3 года назад в ВКонтакте была кратковременная переписка, в которой я написал ему, кто есть исповедник и православный миссионер Игнатий Тихонович Лапкин, и кто он. За это ДС обиделся на меня и посчитал, что я его не уважаю, и занес меня в черный список. Это Дудин Сергей. Мне, например, совершенно безразлично отношение ко мне волков в овечьей шкурах. Главное, не нарушать Божьих повелений и занимать активную жизненную православную позицию. Храни вас Господь, участников этого сообщества. Аминь. Руслан пишет. Не припомню фразу о невежестве. Евтушенко Сергей. Я тут смотрю, ССД пытается вести какой-то диалог. С Дудином. Но посмотрев этот ролик на канале Михаила Кальмаева, можно отложить всякие попытки это делать. Для него отлучение от причастия равняется возможности не ходить человеку в церковь вообще. То есть человеку, наоборот, это выгодно быть отлученным. Можно не ходить и все. Он воспринимает человека под эпитемией, как простого прихожанина, который может не ходить в церковь полгода, и с него спроса не будет, а не как кающего, стремящегося воссоединиться с Христом. И доказывающего свою верность, проходящего необходимые этапы по воссоединению с церковью. Он говорит, что отлученные уходят и не возвращаются. Так, значит, они и не каются. А если отлученные не каются, то они и не верующие. А раз он не верующий, то и причастие им будет в смерть. Спасать, в кавычках, неверующих людей причастием, это, конечно, новый уровень богословия от современных попов. В 85-м правиле святого Василия Великого увещевает архиереев и всех, имеющих власть вязать и решить, не сочувствовать согрешающим и не держать в общении тех, которые пребывают во грехах. Чтобы таким образом не погибнуть вместе с ними. Но днем и днем и ночью, всенародно и наедине, свидетельствовать им истину. Не быть увлеченными их беззакониями и молиться, дабы приобрести их и увлечь их из сети лукавого. Ащи же всего невозможен, говорит святый, то подчимся, по крайней мере, свои души спасти от вечного суждения. Я с ними никогда не спорю, никогда. Вот я сказал, привел место в Писание, дальше они за что не отвечают. А они не могут отстать. Ну, мирские люди совершенно, безбожные. По-видимому, причина возникновения высшего упомянутого богословия состоит в том, что если спрашивают людей так, как это восстановили святые отцы, то все неверующие люди выйдут из церкви и останется малое стадо. Поток денег иссякнет, и ему придется идти на улицу, чтобы бодаться с сектантами за каждого человека. А тут уже с хухмылкой и задранной головой не похожишь, раздавая благословения и попирая каноны. Можно представить, что он и в идеальных храмовых условиях людей к вере не может привести, то на улице ему этим вообще будет очень и очень тяжело заниматься. Тем более в лицо хамить и врать людям уже не получится. За это отвечать придется на месте. Валентина Сортисон. Как легко и весело рассудил в кавычках святой отец, в кавычках, ликвидатор православия. А так Дудину говорят. Супер. Хоть стой, хоть падай. Вот так. Сколько у нас прошло? 55 минут. Все на этом. Вот считал Владимир Пащенко. Ну и наш благодарный слушатель веселенький. Теперь она у меня не только пенсионерка, а еще дополнительно, говорят, там деньги и буду давать. Целую тысячу в месяц. Вот. Полграмма золота. Ну и все на этом пока.